итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 8 августа давайте посмотрим на граф киеврофунта и поговорим о дальнейшей перспективы движения видим что торговля пары евро доллар продолжается широком боковом канале об этом я говорил еще в начале прошлой неделе обращал внимание что скорее всего мы зависим в районе 02 90 01 2 0 а так и произошло если у нас четверг наблюдался хороший рост европейской валюты то в пятницу после довольно сильной статистики по американскому рынку труда их которая привела к укреплению американского доллара можно говорить что торговлю будет дальше вестись боковом канале так как пока предпосылок для победы той или иной стороны не просматривается не предвидится и скорее всего начало этой недели будет также достаточно спокойным так как нет нас никакой фундаментальной статистики уровень безработицы в сша в прошлом месяце в июле снизился до трех с половиной процентов хоть фрс и давно указывает на перегрев рынка труда видим что восстановление его продолжается и это с одной стороны конечно хорошо для американского доллара который резко укрепился против евро против британского фунта хорошо для экономика но плохо для федеральной резервной системы которая борется с высоким уровнем инфляции а восстановление рынка труда конечно же будет непосредственно приводить к дальнейшему инфляционному давлению и все это будет в итоге негативно сказываться на экономике и скорее всего и столкнет в рецессию выросла у нас также и средняя почасовая заработная оплата оказалось данных за лишь лучше прогнозов экономистов это говорит о том что американцы зарабатывают больше и скорее всего будут больше тратить особенно в осенний период все это будет также приводить к дальнейшему инфляционному давлению и говорить о том что мы достигли пика пока еще очень рано количество новых рабочих мест собственных внесельского хозяйства стала 528 тысяч конечно это два раза больше чем в прошлом месяце даже при прогнозе в 390 тысяч данные превысили ожидания экономистов и опять же все это стало драйвером для покупки американского доллара и падение евро и британского фунта как я уже говорил ничего сегодня в экономическом календаре нет вообще никаких фундаментальных данных важных по экономике еврозоны по сша поэтому думаю что торговля ставится в рамках бокового канала 0.161 0.2 20 середины 0.1 91 это часовой график евро доллара и рекомендую на эти уровни обратить внимание ложный пробой 0.1 91 хороший сигнал на продажу вполне возможно сходим и к 0.1 61 здесь покупки на ложный пробой либо покупки наскок от уровня 0.1 24 если мы пробиваемся выше 0.1 91 нету здесь активность со стороны продавцов то можно посмотреть покупки в расчете на восстановление 0.2 20 здесь посмотрю продажи сразу наскок с коррекцией тоже 15 20 пунктов внутри дня так как все-таки не ожидая сегодня какой-то значимой волатильности что касается британского фунта видим что медвежий тренд сохраняется который у нас просматривается с 1 августа и пока покупатели ничего не могут предложить обновляем мы локальные минимумы все это указывает на сохранение рынка под контролем продавцов есть у нас 20 91 неудачная попытка выхода выше этой опыта ложный пробой хороший сигнал на продажу и буду я ждать попытки возврата по 2048 прорыв закреплением ниже этого диапазона добавляя в короткие позиции и жду выхода на 2005 обновление минимум прошлой недели и 1264 здесь покупки сразу наскок с коррекцией 30 35 пунктов но покупки 205 и 2048 только при формировании ложного пробоя если мы пробиваемся выше 20 91 тестируем сверху вниз этот диапазон не удивлюсь если быки сумеют вернуться вновь к 21 45 здесь при первом тесте буду продавать наскок с коррекцией 25 30 пунктов внутри дня всем